Спасибо, уважаемый Мирлан Жаканович. Мой вопрос адресован докладчику, и также хотелось бы услышать мнение представителя Национального банка и агентства по регулированию финансового рынка. Законопроектом предлагается вывести от Басы банк из системы банков второго уровня. Это означает два момента. Первый момент – это то, что при этом от Басы банк автоматически перестает подчиняться всем лицензионным требованиям, которые сегодня предъявляются к банкам. Это, естественно, надзор финансовых потоков, это требования к защите информации и так далее. Значит, это первый момент. И второй момент – это означает автоматическое исключение из действующей проверенной системы гарантирования вкладов граждан. На самом деле, депутаты во время дискуссии, мы не согласились с этой позицией, потому что два этих момента, они очень важны сегодня для функционирования такого серьезного института, который явно имеет признаки банка. В связи с этим у нас вопрос, как относится сегодня к предложению депутатов непосредственно регулятор, то есть государственный, отвечающий за законопроект, и какое мнение есть по этому вопросу у Национального банка и агентства по регулированию финансового рынка. Спасибо. Екатерин Васильевна, спасибо за вопрос. Действительно, это актуально, и в рамках рабочих групп он неоднократно тоже обсуждался. Я что хотел прокомментировать. Наделение функции распределения жилья в рамках очередности и учет как госуслуга, которая оказывается бесплатно, в принципе, не противоречит наличию регуляторного режима со стороны регулятора. То есть с нашей стороны позиция, что в этом плане, если отбасы банк будет наделен правом распределении очереди, это не конфликтует с текущим регуляторным режимом в принципе. Но у нас есть представители и регуляторы Национального банка здесь, они тоже могут прокомментировать свою позицию. Спасибо. 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 Екатерина Васильевна, спасибо за вопрос. На самом деле, я бы начал с того, что отбасы банк является государственным банком. На сегодняшний момент активы отбасы банка составляют 3,8 миллиардов тенге, из них 82% приходится на судный портфель. Размер судного портфеля отбасы банка составляет 3,1 триллион тенге. В принципе, качество судного портфеля очень хорошее, доля неработающих кредитов, а это кредиты с просрочкой свыше 90 дней, составляют 0,08%. И такая доля неработающих кредитов, она исторически находится на таком минимальном уровне, что говорит о устойчивости отбасы банка. Но здесь, да, в законопроекте было предусмотрено выведение отбасы банка из системы регулирования агентства финрегулирования. Вместе с тем, учитывая государственный статус отбасы банка, учитывая его важную роль в развитии системы жилищного строительства, мы совместно с Национальным банком и Уполномоченным министерством отбасы банка рассмотрели вновь этот вопрос. Мы, с учетом важности роли отбасы банка, мы согласны сейчас оставить, мы согласны с предложением депутатов мажореса парламента и оставить отбасы банка, отбасы банк в периметре регулирования агентства финрегулирования. Заключение есть правительство, да, Екатерина Васильевна? Агентство, пожалуйста. Виталий Тутушкин, заместитель, писатель Национального банка. Екатерина Васильевна, спасибо за вопрос. На самом деле, с точки зрения функционала Национального банка для отбасы банка ничего не меняется, потому что функционал, связанный с контролем за исполнением валютного законодательства, по статистике, по бухгалтерскому учету, по инкассации, все эти функции сохраняются за Национальным банком в отношении отбасы банка. Что касается выхода отбасы банка из системы гарантирования вкладов, здесь это предложение было связано с тем, что предполагалось отбасы банк выделить из регулирования агентства по регулированию отзоров финрынка. Но если агентство согласно ставить, в принципе, мы поддержим агентство и сохраним участие отбасы банка в системе гарантирования вкладов. Спасибо.